Привет, друзья! Вы на канале Оля про Германию, но мы сейчас находимся в России, уже собираемся обратно. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и погнали! Так, друзья, это аэропорт в городе Пермь. И сейчас у меня есть немного времени о том, чтобы рассказать вам кратенько путь, которым я поеду. Кстати, если не смотрели мое предыдущее видео о том, как я ехала в Россию из Германии, обязательно посмотрите. Тот путь длился 17 часов. Он был, конечно же, тяжелым, но этот путь обещает быть гораздо тяжелее. И сейчас я вам расскажу, почему. Так, ну, во-первых, я заболела прямо перед самым полетом. Это не ковид, потому что я сделала тест, но все равно у меня высокая температура, не очень высокая, немного более 37 градусов, но все же. Вторая проблема — Победа. Компания, которые я лечу сначала из Перми в Москву, а потом из Москвы в Стамбул, изменила время моего вылета из Перми до Москвы. Она перенесла рейс на два часа позже. И именно поэтому я перестала успевать на мой второй рейс, который летит до Стамбула. А рейсов у них в этот день подходящих мне больше нет, поэтому они перенесли просто второй рейс на сутки. При этом никто мне не сказал, что мне полагается за это, за этот перенос такой неудобный рейса, полагается ли мне отель, полагается ли мне еда или что. В общем, никто мне ничего не сказал. Я буду выяснять этот вопрос уже в Москве в офисе компании Победа. Ну, в общем-то, у меня, конечно же, есть план на то, как я проведу это время в Москве. У меня в Москве есть друг, с которым мы не виделись уже целых два года. В общем, мы договорились с ним встретиться и будем с ним гулять, тусить. В общем, как-то так. Но в больном состоянии что-то как-то не очень, если честно, это все делать. Посмотрим. Плюс погода не такая уж и хорошая, не так уж и тепло еще и вообще дождливо в Москве. Я посмотрела по прогнозу тоже сегодня дождь. В общем, вот так. Такие вот дела. Ну, а следующий рейс уже до Германии будет у меня из Истамбула до Дюссельдорфа. Тоже уже на следующий день. Да, ребята, я забыла совсем. У меня же еще одна проблема есть и, между прочим, самое важное. Я сменила загранпаспорт. Получила загранпаспорт старого образца, потому что только их сейчас пока что выдают. Ну, и сменила я его потому, что у меня мой предыдущий паспорт скоро закончится. Но прикол в том, что все билеты у меня куплены на мой старый паспорт, а его аннулировали и прям порезали его и написали на нем, что он аннулирован, вырезали чип и так далее. Не знаю, в общем, как я сейчас поеду. И билеты это еще полбеды. У меня немецкая ВНЖ тоже на старый паспорт. И пустят ли меня вообще сейчас в Германию с таким ВНЖ, я не знаю. Возможно, за билеты придется просто там что-то дополнительно доплатить. А вот с ВНЖ как быть, я пока что не знаю. В общем, буду держать вас в курсе. Смотрите, вот тут в аэропорту в Пермском тоже продаются всякие традиционные российские сувениры, типа самовара, матрешек, голова медведя вон там лежит. Тут еще всякие рюмки с разными животными, в том числе и с медведями, с лосем. Всякие различные сувениры из Малахита и других камней. Так, ребята, я получила посадочные талоны. Мне пришлось доплатить 1800 рублей за смену паспортных данных. Это, конечно, заняло немного времени. Ну, минут 5, наверное, 10, может быть, от силы. Ну, и вот дополнительные денежки потребовались. Но сейчас зато до Стамбула проблем точно не будет. А дальше уже посмотрим. Ладно, я пошла на посадку. Ну, что? Добро пожаловать в Москву. Аэропорт Внуково. Здесь тоже до сих пор снег и лужи. Ну, все, теперь сутки в Москве. Слушайте, а Победа оказалась лучше, чем я о ней думала. Представляете, они мне дали гостиницу даже без всяких лишних пререканий и споров. Дали гостиницу ровно на сутки до моего следующего полета, который они перенесли до Стамбула. Дали трансфер до отеля и после отеля. И также трехразовое питание, завтрак, обед, ужин. И даже несмотря на то, что я пришла только на ужин, они все равно выдали мне все питание за день, которое мне полагалось. Это, конечно, они должны были сделать по закону, но если бы я не обратилась в офис, естественно, никто бы мне сам ничего не предложил. Ну, и как мы знаем, у нас, к сожалению, в России не всегда законы совпадают с реальностью. Ну что, доброе утро следующего дня. Кстати, ребята, у меня ночью случилась еще одна очень интересная новость. Хорошая для меня, но я думаю, что для некоторых других людей она не очень хорошая оказалась. Представляете, тот полет, который я думала, что я потеряла, который у меня был до Дюссельдорфа, из Стамбула до Дюссельдорфа, из-за того, что победа так перенесла на сутки мой рейс, я думала, что этот полет у меня просто сгорел. Естественно, билеты были невозвратными, ну и деньги я просто потеряла. Но в Германии сейчас происходит очень много забастовок водителей общественного транспорта. Они реально, наверное, раза четыре или пять уже бунтовали за этот год только. Обычно это делают автобусники, трамвайщики, но вчера бунтовали аэропорты. По-моему, только какой-то один аэропорт в Германии работал, остальные все бастовали. Ну и, соответственно, из-за этих забастовок все рейсы отменили или перенесли, в том числе и тот рейс, который я думала, что я потеряла. Ну и так получается, что я его не потеряла, а мне просто вернут за него деньги из-за того, что его вот так вот перенесли. Представляете, как интересно получается? Сейчас, если бы победа не перенесла мой рейс до Стамбула, я бы могла сидеть сейчас в Стамбуле просто и не знать, как улететь до Германии. А так я выспалась и с новыми силами иду в аэропорт. Все, лечу в Стамбул. В московском дьюти-фри сувениры ничем не отличаются от каких-то других аэропортов в других странах. Классический шоколад вот тут продается, такой же, какой везде. Швейцарский шоколад в треугольничках. Чокопай. Печенье юбилейное я, конечно, в аэропорту первый раз вижу. Это только, наверное, в России такое продается, хотя не факт. Как в любых других аэропортах, печенье Орео, Рафаэлла. Ну и, конечно же, специализированные российские сувениры только из России. И шоколад с символикой Москвы. Различные бейсболки с надписями «Россия». Ну и, конечно же, наши матрешки. Куда же без них. Матрешки. Аня, ты иди. Аня, иди. Наконец-то, добро пожаловать в Стамбул. Тут дождливо. В общем, я села здесь покушать, нашла место, где можно зарядить телефон. Собираюсь немножко отдохнуть, потому что перелет что-то мне таким долгим показался в этот раз. Москва-Стамбул, мы летели пять часов. По-моему, раньше меньше летал по времени самолет. И сейчас мне в аэропорту нужно ждать еще четыре часа до моего следующего рейса, до второго перелета сегодня. Или, если смотреть так, то третьего перелета из России до Германии. Кстати, ребята, завтра же я опять лечу. У меня еще один перелет. Мы летим в отпуск из Дюссельдорфа на Канары. Вот такие дела. Буду стараться вам там тоже снимать видео и все показывать. Поэтому не пропустите, подпишитесь на канал. Ну что, ребята, наконец-то мы в Германии. Аэропорт Дюссельдорфа. Два дня, и мы здесь. Всего лишь каких-то два дня. Да, ребят, это реальность путешествий в Россию сейчас. Кстати, ребята, на этом полете у меня не было абсолютно никаких проблем и никаких лишних вопросов по поводу моего паспорта. Если вы помните, в начале этого видео я говорила, что я сменила загранпаспорт, а билеты у меня куплены на старый. Как так получилось, что из Стамбула в Дюссельдорф я пролетела без проблем, я просто зарегистрировалась онлайн. И когда шла на посадку, показала просто свой новый паспорт уже и посадочный талон, который я получила онлайн. И все, никаких дополнительных вопросов не возникло. Никто не попросил меня что-то там подтвердить, что-то там изменить и так далее. В общем, вот я думаю, что секрет успеха в этом. Регистрируйтесь онлайн и будет вам счастье. А сейчас я иду на паспортный контроль. Держите за меня кулачки, потому что это очень важно. Сейчас решается вопрос, пустят ли меня в Германию. Да, ребята, все получилось, все успешно. Меня даже не попросили показать старый паспорт. Я не знаю, может быть, инспектор был не очень внимателен, но мне кажется, что он даже не заметил, что у меня произошли какие-то изменения. Он просто посмотрел мой ВНЖ, мой новый паспорт и все, все, опустил меня в Германию. В общем, ребят, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Ставьте лайк и увидимся в следующих выпусках с вами. Пока.